Откройте, пожалуйста, 2 Самуила, 22 глава, 11 стих. Он воссел на Херувима и полетел, был виден на крыльях Духа. Он окружил себя тьмой, как шатрами, темными водами, густыми облаками. Вот. Теперь, пожалуйста, откройте книгу «Бытие», 1 глава, читаем со строго стиха. Земля была бесформенна и пуста, и на поверхности водной пучины была тьма. И действующая сила Бога носилась над поверхностью вод. Что мы прочитали из двух этих книг? То есть, из книги 2 Самуила и «Бытие» мы узнали, что в земле была тьма. И сила Бога носилась над поверхностью вод. Действующая сила Бога носилась над поверхностью вод. То есть, мы прочитали параллели, где объясняется, что земля была темным, и там были тёмные облака, тёмные воды. И действующая сила Бога носилась над поверхностью вод. Давайте ещё раз прочтём 2 Самуила, 22 глава, 11 стих. «Он воссел на Херувима и полетел, был виден на крыльях Духа. Он окружил себя тьмой, как шатрами, тёмными водами, густыми облаками». То есть, это то же самое, что и «Бытие», 1 глава, 2 стих. То есть, очень такой сделанный параллель, да? И теперь прочтём дальше, 13 стих. «От сияния перед ним разгорались огненные угли. Прогремел я голос неба, Всевышний подал свой голос. Он пускал стрелы, чтобы рассеять их, и метал молнии, чтобы привести их в смятение. «Обнажилось морское дно, и открылись основания земли». Итак, что здесь записано? Здесь записано, в 16 стихе, «Обнажилось морское дно, открылись основания земли». То есть, вода как бы уменьшилась, спала, и показались поверхность земли. То есть, Бог это сделал с помощью… Он пускал стрелы, чтобы рассеять их, и метал молнии, чтобы привести их в смятение. То есть, сверху падала молния и стрелы. Какие стрелы? Что похоже на стрелу, да? Именно растительные листья, то есть, все растения – это и есть стрелы. То есть, листья растения похожи на стрелу, да? Именно эта стреловидная форма помогает статической энергии молнии выходить от этой стрелы. То есть, статическая энергия оттуда выходит. То есть, энергия молнии, она распространяется над поверхностью земли, над поверхностью каменного угля. И энергия вылетает от этой стрелы. Так, то есть, здесь появляются нестыковки. А именно какие? Вот подумайте сами. Здесь сказано «темно», да? И здесь сказано, что росли растения. Вот. То есть, понятно, что здесь нестыковки, да? Как могут расти растения в темноте? Давайте-ка подумаем. Если там нет солнца, нет звезд, вообще ничего нет. Абсолютная темнота. И как могли расти растения? Вот. Ответ дается именно здесь. Вот. Давайте прочтем 13 стих. То есть, 2 Самуила, 22 глава, 13 стих. Здесь дается ответ. Почему растения расти в темноте? От сияния перед ним разгорались огненные угли. Вот. Огненные угли. То есть, энергия молнии, когда распространяется над поверхностью земли, энергия идет через древесные угли и начинает замыкать. То есть, разгораются огненные угли. То есть, они становятся такими красными-красными. И они еще не разгораются. А представьте себе, что они еще замыкаются. И не только одна, а вся поверхность земли замыкается. Потому что там очень много древесных углей. И вся поверхность земли находится в этом, на изоляторе молнии, на каменном угле. Вот. И энергия, которая падает с неба, то есть, энергия молнии, она распространяется по поверхности этого изолятора молнии. И начинает замыкать. То есть, разгорается огненные угли. И начинает светиться. Вот, допустим, есть такое. Когда в темноте корабли не находят причала, да, бушует там океан, море, идет дождь. И чтобы корабли дошли до причала, на земле ставят маяки. А маяки имеют очень сильную лампу. Эта лампа делается из древесных углей. Там создается сажа и древесные угли. Из них делают брикет длинный. И начинается, создается дуга. То есть, эта дуга, электроэлектрическая дуга, создает сильный свет, который отражается от зеркала. И она идет очень далеко. И корабли уже видят, где земля. Вот. То есть, именно замыкание древесных углей, электричество и древесные угли создают свет. Очень сильный свет. Да такой сильный, что ее используют для кинотеатра. Вот когда заправляют кинопленку, и раньше не было сильных ламп, как сейчас. Поэтому самой сильной лампой было именно древесные угли, которые замыкаются тоже электричеством. Вот создается дуга, электрическая дуга, которая идет через линзы. И проектор показывает на большом экране. То есть, там создается довольно большое сильное свечение. Вот. Так что это показывает кино. То есть, что мы выяснили? Вот. В Священном Писании говорится, вот сияние пред ним разгорались огненные угли. То есть, эти огненные угли разгорались, и они светились. Вот. Светились. Создавился свет. Понимаете? Вот. Даже в Бытие, книге Бытие, говорится. Вначале Бог сотворил небеса и землю. Земля была бесформена и пуста, и на поверхности водной пучины были тьма, и действующая сила Бога носилась над поверхностью вод. И сказал Бог, пусть будет свет, и появился свет. Бог увидел, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Бог назвал свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро. День первый. И так, мы узнали, что первый день, в первом дне, Бог создал свет. Здесь не говорится, что Бог создал солнце, что луну, чтобы светило на землю. А Бог создал именно свет. Понимаете, о чём я говорю? Бог создал сначала свет, чтобы расти растения. А именно то, что мы говорим, то, что замыкание древесных углей создаёт свет. Ответ, вот и ответ, ответ, который мы не знали, да? То есть, я спросил вас о том, как это растения могут расти в темноте, да? То есть, вот у нас есть такой ответ. То есть, от сияния перед ним разгорались огненные угли. Здесь можно было бы добавить, вот, от сияния перед ним, то есть, от энергии молнии, да? То есть, разгорались огненные угли. Угли замыкались, и там появился свет, да? Вот, Бог увидел, что свет хорош, и это был первый день. Понимаете? Вот. То есть, мы, Слово Бога, ничего не добавили, да? Мы сказали всё так, как есть. Вот. И вы сами видите, что замыкание древесных углей создаёт свет. Свет, который даёт зелёным листьям, ну, как, свет, вот, чтобы растения могли расти. Вот. Обратите внимание, когда замыкаются древесные угли, создаётся не только свет, но и анион бикарбоната, и катион водрода. Всё, что необходимо для роста растений. Вот. Мы прочитали, он пускал стрелы, чтобы рассеять их. Он пускал стрелы. И метал молнии, чтобы привести их в смятение. То есть, от стрел выходила энергия. Энергия выходила от стрел. Вот. Выходит энергия и светится, да? Вот, энергия. Ну, там создаётся просто свечение, да? Создаётся свечение. То есть, энергия статическая выходит, вылетает от стрел. Плюсовая выходит. И она втягивает минусовую энергию от атмосферы. И это минусовая, минусовые электроны тянут через корни растений катиону водрода. Вот. Катиону водрода притягиваются, да? Вот. Вот там ещё растут эти, например, арбузы, всякие там ягоды, да? Вот. Например, арбуз, когда энергия падает, она начинает заряжаться энергией. Вот арбуз круглый, поэтому от неё энергия не выходит. Потому что у неё нет стрел, да? Вот где есть стрела, то есть, листья, оттуда энергия выходит. А где круглая, там энергия не выходит. И во время зарядки, то есть, она заряжается плюсом, да? И арбуз даёт минус. То есть, плюс входит, минус выходит. И эти минусы притягивают от земли через корни катиону водрода. То есть, катиону водрода входит арбуз, а потом энергия заканчивается. И эта заряжённая электростатикой арбуз уже начинает давать энергию, которая у неё есть. То есть, от неё выходит плюсовая энергия. Энергия плюсовая выходит. И эта плюсовая энергия от земли тянет анионы гидрокарбоната, анионы бикарбоната. Притягивает. И таким образом арбуз растёт намного быстрее, да? Вот. Создаётся много замыкания в древесных углей. Там выходит много водорода. И начинают расти грибы. Гриб растёт, оно своей шляпой сохраняет катион водорода. Вот. Водород выходит, и она сохраняется в шляпе гриба. Вот. Обратите внимание, это чистый водород. Если её сжигать спичкой, да, вот этот водород, то она будет гореть. Это доказывает, что это чистый водород. То есть, этот катион водорода проникает в шляпу гриба и в растительность. Вот. Это горение, горение именно водорода, а не полиэтиленовый, а не полиэтиленовый, да? То есть, это именно горение водорода. Вот. То есть, мы поняли, что Бог с помощью этих углей создавал свет. Мы поняли, что в Библии записано, как был сотворён мир. Спасибо за внимание.